Летние каникулы – это не только возможность хорошо отдохнуть и набраться сил перед новым учебным годом. Те, кто хочет провести лето с пользой, устраиваются на работу. Как это сделать и в первые впечатления тех, кто уже трудоустроился на время каникул, смотрите в следующем материале выпуска. Этим летом в нашем районе через центр занятости будут трудоустроены 568 несовершеннолетних. На сегодняшний день 444 подростка уже получили работу. Ребята трудятся в школьных ремонтных бригадах в поселениях города и района, помощниками инструкторов по спорту и педагогов-организаторов на детских дворовых площадках. Одним из приоритетных направлений работы службы занятости является трудоустройство несовершеннолетних граждан в летний период. Эта программа у нас очень пользуется спросом, дети хотят заработать и активно ищут работу. Для детей в возрасте от 14 до 18 лет установлена сокращенная продолжительность рабочего времени. Дети от 14 до 15 лет работают 4 часа в день, от 15 до 16 работают 5 часов в день и от 16 до 18 работают 7 часов в день. Ну, соответственно, и заработная плата из расчета отработанного времени. Заработная плата составляет 11,163 рубля за фактически отработанное время. И материальная поддержка от центра занятости в размере 1275 рублей за фактически отработанное время. Позаботиться о трудоустройстве летом необходимо заранее, лучше еще весной обратиться в центр занятости. Именно так и сделал Валерий Хан. Вот уже почти месяц молодой человек работает помощником педагога-организатора на летней дворовой площадке. Я решил проводить лето не просто так, а с пользой. Пошел в центр занятости, мне дали там должность специальную. Ну, и я решил заниматься с детьми и заработать также денег. Валерий всего 14 лет, и это его первая работа. В следующем году он тоже собирается летом трудоустроиться. Заработанные деньги молодой человек пока не тратит. Он планирует еще накопить и самостоятельно приобрести новый телефон. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».